Путешествия со вкусом продолжаются. Атлантическое побережье Испании Галисия знаменито не только своими морепродуктами. Историческая столица этой области – город Сантьяго де Компостелло. Удивительное место по красоте и количеству престижных ресторанов. Об этом наш репортаж. Генеральный спонсор программы «Свитовый бренд Немиров». Немиров, ты о брав, свит Петрымов. По легенде, на седьмой день сотворения мира Бог устало положил свои ладони на земной шарик. И там, где его пальцы коснулись суши, потекли реки, неся воды в Атлантику. На изрезанном лиманами и бухтами побережье со временем возникла Галисия. А в 813 году в устье одной из здешних рек были найдены мощи Иакова Завидеева, ученика и близкого друга Христа. С тех пор город, где были захоронены останки апостола, получил приставку Сантьягу, то есть Святой Иаков, и стал третьим после Рима и Иерусалима центром мирового христианства. Миллионами ног истоптана дорога к главному храму города. Причем последние километры обязательно нужно пройти пешком или, в крайнем случае, преодолеть на велосипеде. Зато в конце пути Пилигрима ждет полное освобождение от грехов, прямая дорога в рай. А еще потрясение от совершенной красоты собора, осыпанного скульптурами, богатой лепкой и сложнейшими кованными кружевами. Говорят, что Сантьягу де Компостелло, благодаря длинной истории паломничества, смело можно считать родиной туризма. Правда, раньше приезжих узнавали по подобию шинели на плечах, грубым сандалием, посоху и широкополой шляпе с морской раковины. Сегодня уже трудно отличить католика, ищущего прощения, от любознательного иностранца, что приехал просто за впечатлениями. Разноязыкая речь слышится во всех уголках города. В старой части улочки извилистые и узкие, чтобы только пеший мог подняться по ним и припасть к ступенькам собора святого Иакова. Гордость Украины, лидер свиту! Немиров, тыо, брав, свит, пит, тримов! Впрочем, Сантьяго – это не только место паломничества, но и один из самых величественных и прекрасных городов Испании, внесенных в список мирового наследия ЮНЕСКО. Он состоит из букета ослепительных по изяществу дворцов, церквей и ансамблей, связанных портиками в целые композиции. Можно подумать, будто в этом уголке Галисии случайным образом произошло наложение двух параллельных миров, живущих в Средневековье и в настоящем. Особенно быстро и незаметно перемещение в прошлое совершается в сумерках, когда подсветка придает зданиям сказочный вид. Перед глазами возникают прянично-имбирные домики, карамельные, леденцовые. Гулять по темным улицам намного приятнее. Прохлада выманивает людей из укрытий и отправляет их к другой архитектуре, пирамидам членистоногих в ресторанных витринах, уникальному гастрономическому барокко. Ужин в Галисии начинается, как правило, не раньше 21 часа, достигая пика к 11 часам вечера. В это время уже трудно попасть в приличное заведение, но нет ничего невыполнимого для голодного человека. После нескольких заполненных до отказа ресторанчиков нашлись места и для туристов из Украины. Пир по-галисийски – это множество блюд из выловленной сегодня рыбы и морепродуктов, гребешков, меди и лангустов. Именно они составляют основу питания жителей Сантьяго де Компостелло. А зачем над уловом мудрствовать лукаво? Сока лимона вполне достаточно для того, чтобы признать эти свежие дары океана подлинными шедеврами кулинарии. Сложные соусы и подгарнировки здесь, в Галисии, кажутся кощунством, посягательством на безупречный вкус, созданный природой. А как только на глиняной сковороде зашкварчат креветки с чесноком альпильпиль, знайте, сдерживать аппетит будет еще труднее. В искусстве приготовления даров моря галисийцы – настоящие асы. Они научились делать вкусным даже похожего на резину осьминога. Рецепт жесток. Сначала несчастного попеременно бьют и окунают в горячую воду. От ужаса он впадает в прострацию, мышцы расслабляются. Зато в готовом виде мясо оказывается необыкновенно нежным. И поверьте, на вкусовое восприятие настойка на виноградной водке – урухо – кофейная, травяная или абрикосовая – совершенно не влияет. Она так, для лучшего пищеварения перед прогулкой. Потому что ложиться спать абсолютно не хочется. Ночные улицы Сантьяго де Компостелло еще больше напоминают декорации к сказочному спектаклю. Вот пробьют над башенками куранты, и бог знает, что может произойти в эту лунную полночь. Все балконы и окна распахнуты настежь. Но не в ожидании феи, которая положит на подоконник подарочек. В домах, признанных памятниками архитектуры, категорически запрещается вешать кондиционеры, чтобы не пострадал облик старинных фасадов. Куда идти ночным гулякам? Сначала на звуке музыки. А она слышится отовсюду. И неважно, знают ли публика испанские. И так известно, о чем обычно поют министры. О любви и счастье. Взамен на аплодисменты и шелест купюр, чтобы потом и самим попутешествовать по свету, украсив плащи нашивками в память о местах культурного паломничества. Постепенно прохожих становится все меньше. Лишь самые отчаянные тусовщики усаживаются за столиками открытых кафе, встречать рассвет за бокалом вина или порции горячего шоколада с чуррос, спиральками из жареного в масле теста. Спокойной ночи, Сантьяго де Компостелло. И да здравствует новый день и новые вкусные точки планеты. Есть на планете такие благословенные места, где поварами не становятся, ими рождаются. Галисийцы, например, уверены, что сегодняшний улов испортить нельзя. Подавай на стол с лимоном и оливковым маслом, да и все. И не нужно часами мудрить у плиты. Над вкусом блюд поработала сама природа. Это Галисия, северо-запад Испании. От Мадрида еще 400 километров. Надеюсь, вам пригодится эта информация. А генеральный спонсор программы «Путешествия со вкусом» – световый бренд Немиров. Немиров, ты обрав Свет Петрымов. При поддержке нашего генерального спонсора мы откроем для вас, уважаемые зрители, еще немало новых гастрономических маршрутов. До свидания.